Не стал я носителем английского языка. И что теперь, расстрелять меня что ли? Нет, конечно. Слава богу, что у нас есть силиконовые друзья, которые помогли мне перевести и, что немаловажно, озвучить ролик про атомные сердца. Приятного просмотра. Атомное сердце носит свое влияние на рукаве. Это графический шутер от первого лица, наполненный сверхспособностями и многим обязанной классики жанра Биошок и Халф Лайф. Однако это не значит, что у него нет множества собственных уникальных идей и сюрпризов, спрятанных в том же рукаве. И сыграв значительную часть дебюта Манфиш, есть чему радоваться. Атомное сердце убаюкивает вас на знакомых территориях с местов карьер, хотя и в очень незнакомом мире. Его открытие явно напоминает мастерское знакомство Биошок Инфинец Колумбии, когда вы совершаете неторопливое путешествие по мирному советскому городу альтернативной истории. Благодаря большим мозгам на вымышленном объекте 3826 роботов были интегрированы в общество и помогают избавить население от повседневных стрессов и труда. Затишье длится недолго, однако, как это неизбежно, искусственный интеллект становится не таким дружелюбным, и игра начинается всерьез. Оттуда я перескочил к нескольким различным точкам в Atomic Heart, чтобы получить правильное представление о том, что он может предложить, постоянно удивляясь тому, что было дальше. Это не прямолинейный коридорный шутер, который некоторые могут себе представить. И не обширный открытый мир, полный укромных уголков для исследования, и не головоломка, наполненная головоломками. Это все эти вещи и даже больше. Масштабы атомного сердца впечатляют, поскольку вы пройдете через его множество различных и больших научно-фантастических комплексов в течение его 20 с лишним часовой кампании. Ближайшим структурным аналогом Atomic Heart, скорее всего, будет Halo Infinite. Открытый мир, усеянный толпами врагов и линейными сюжетными подземельями, в которые можно погружаться и выходить. В этих подземельях находится большинство основных миссий, и они состоят в том, чтобы узнать больше об объекте, людях, стоящих за ним, и о том, что именно пошло не так. Там вы сражаетесь на участках, патрулируемых мошенническими подразделениями искусственного интеллекта, прежде чем чаще всего столкнуться лицом к лицу со сложным боссом. Atomic Heart не изобретает велосипед заново в этом отношении, но определенно добавляет в смесь свой собственный колорит. Приветствую вас, товарищи, и добро пожаловать во Всесоюзный выставочный центр. О чем черт возьми, вы бормочете. Одна из первых вещей, которая поразила меня в атомном искусстве, это его совершенно особый художественный стиль. Это великолепная игра, наполненная пышными лесами, привлекательной архитектурой и всевозможными безумно выглядящими машинами. Она заметно обширна, бесконечно креативна, и, честно говоря, трудно охватить все сразу, когда вы едете, катаетесь на зиплайне, плаваете и чаще всего убегаете от роботов-убийц. Каждый из этих роботов доставляет визуальное удовольствие, но редко вам когда-либо предоставлялась такая возможность. Поскольку бритвенные лезвия, электрические импульсы и летящие удары ногами летят в вас с пугающей регулярностью. Каждый из них подчеркивает интеллект искусственного интеллекта, никогда не уклоняясь от битвы и не боясь продемонстрировать свой разнообразный арсенал. Конечно, в изобилии есть более масштабные враги и сражения с боссами, как в линейных сюжетных разделах, так и на аренах по всему открытому миру. Они часто представляют собой вызов и зрелище в равной мере, поскольку они обрушивают одну разрушительную атаку за другой, в то время как вы отбиваете их чудовищные полоски здоровья. Этомик Харт тоже не боится менять свой бой, часто переходя от яростных перестрелок с наступающими ордами к более медленным, более обдуманным поединкам в ближнем бою. Это захватывающий способ держать вас в напряжении и свидетельство работы проделанной Манфиш для поддержания равновесия. В первую очередь это стрелок, и у него впечатляющая коллекция огнестрельного оружия, подтверждающая это. Они варьируются от безжалостно стрекочущего АК-47 до тяжеловесных РПГ. Тогда есть более экспериментальный конец спектра, зарезервированный для оружия, которое взрывает электрические бомбы до чего-то, что можно описать только как большой металлический шест, который стреляет вращающимися лезвиями, которые разрезают врагов, прежде чем вернуться в вашу руку. В целом стрельба кажется компетентной, если не впечатляющей, что-то среднее между деревенской атмосферой Fallout и более быстрой перестрелкой Call of Duty. Говоря о вашей руке, неотъемлемой частью набора Атомное сердце является перчатка, научно-фантастическое снаряжение, наделяющее силой стихий. Использование электрического удара, чтобы остановить механических врагов на их пути, прежде чем последовать шквал пуль, это верный способ вызвать смертельную неисправность цепи. Точно так же некоторые атаки телекинеза великолепны, когда вы поднимаете группу врагов в воздух, прежде чем вернуть их обратно на землю с помощью сильного удара. С ним приятно играть, и еще интереснее экспериментировать. Заморозить врага перед тем, как пробить его хрупкий металлический панцирь массивным топором, это всегда хорошее время. Звездный пример руки, способный вылупиться. Бой – одна из самых ранних миссий и Томик Харт. Вас бросают в глубокий конец, когда вас учат выживать в темных коридорах многочисленных подземных лабораторий объекта. Атомное сердце – это непростая игра. Она была разработана в первую очередь как хардкорный шутер. Хотя доступны варианты сложности, усатому андроиду не потребуется много ударов руками или ногами, чтобы сбить вас с ног. Уклонение и знание того, когда атаковать, требует времени и способности изучать и читать своего врага. К счастью, о более мощных заряженных атаках сигнализирует светящееся красное кольцо за мгновение до удара. Однако пропустите его, и вы окажетесь на полу в поисках аптечки. Этот терпеливый рукопашный бой туда-сюда будет знаком любому, кто играл практически в любую экшн-игру за последнее десятилетие. Но тем не менее удивительно видеть, как он появляется в шутере от первого лица. Это гораздо менее прощающий или быстрый удар, чем что-то вроде Dying Light или Far Cry. Вместо этого он делает каждый тяжелый замах осмысленным. Вместо того, чтобы полагаться на шквал ударов, чтобы выбраться из щекотливой ситуации. Это почти ужас выживания по своей природе с элементами вышеупомянутого раннего уровня. В темных коридорах, освещенных лишь редкими проблесками света и гнетущая тишина, нарушаемая звуком бьющегося стекла. Когда кровожадные роботы практикуются в том, что они собираются сделать с вашим черепом. Когда я нерешительно пробирался сквозь него, мне невольно вспомнился первый раз, когда я вошел в Rapture или некоторые из самых страшных моментов Half-Life 2. Еще одна игра Valve и Tomic Heart черпает влияние из портала. Не из-за какой-либо из его конструкций роботов, а из-за удивительного открытия, что головоломки играют такую значительную роль. Тестовые площадки это коробки с головоломками, выполнение которых длится от 15 минут до часа. По сути, это заброшенные лабораторные помещения, требующие от вас проверки боевых навыков на церебральном уровне. Например, используйте ударную способность вашей перчатки для намагничивания узлов, которые в свою очередь перемещают платформы, чтобы помочь вам в пути. Головоломки, которые я пробовал, были не самыми сложными, но тем не менее, они дают желанное изменение темпа и сопровождаются дополнительным бонусом в виде предоставления ценных улучшений по завершении. Оружие и способности могут быть изменены и улучшены на протяжении всего процесса, что крайне важно для устранения многих угроз. Роботы управляются центральным искусственным интеллектом, который всегда на чеку. Способы борьбы с его бликами включают в себя избегание его камер, либо отключая их, либо заставляя перчатку выполнять свое лучшее впечатление гравитационного пистолета, чтобы бросать предметы в качестве отвлекающего маневра. Сделайте неверное движение, и вы быстро окажетесь побеждены врагами, так как предприятие посылает их прямо с производственной линии в атаку. Чем больше повышается уровень тревоги, тем больше возникает ощущение, что вы сталкиваетесь с разумной, агрессивной глобальной экосистемой, которая действует как единое целое, а не как случайные очаги активности. Часы, которые я провел с Atomic Heart, заставили меня жаждать большего. Это захватывающий мир, в котором можно затеряться благодаря динамичному бою, вдохновенному искусству и вражескому дизайну. У меня есть несколько сомнений по поводу того, будет ли основная история более достойной, например, звездная локация. И я видел несколько грубых текстов и исполнений, которые оставляют желать лучшего. А еще есть тишнотворная анимация броска вперед, от которой у меня не раз сводила живот. Я не могу сказать, что этих неприятностей когда-либо было достаточно, чтобы полностью отвлечься от всех захватывающих вещей, с которыми я столкнулся на этом пути. Время покажет, оправдает ли и Atomic Heart свои высокие устремления, но это безусловно производит очень сильные первые впечатления. Чтобы узнать больше об атомном сердце, ознакомьтесь с игровым процессом этой битвы с боссами или глубоко погрузитесь в историю игрового мира.